Прибыль в деревню. Деревня встретила нас холодным ветром. Сейчас у нас минус 4, по-моему. Вот такая вот установочка. 8 марта. Ника выглядит экзотически. Я заметил, как только стоит мне забыть зимнюю куртку, а не купа стричка. Тут же погода приобретает совершенно какой-то северный характер. В прошлый раз мы ее стригли. Это было, наверное, в апреле месяц. И тоже целый май была какая-то холодрига постоянная. Вот такая у нас обстановка. Сегодня 8 марта. Дворник. Базарный день. Не знаю, поедем на базар. Нет, раньше покупали сыр. Поставы. Поставы. Короче, поставы городок привозил. Но теперь, наверное, дешевого сыра уже не будет. А вообще, мне так кажется, что скоро ничего дешевого не будет. Вот. И все будут радоваться. Будут все говорить, ой, как хорошо. Дешевого у нас ничего нету. Вот. Тут у нас все другое вдруг наступило. Особенно так. Аликс Тэч такой. Пошинник. Ну вот. Такая вот у нас ситуация тут. На жалких озерах. Хотя в деревне тут тихо, спокойно, как будто вообще ничего не происходит. Вот. Да и в городе типа тихо пока. Пока тихо, потому что не будет лихо. Потому что никто ничего, в общем-то, толком и не знает. Зырит телевизор. С непонятными какими-то. Короче, ладно. Вот. Но мы уже на месте. Будем продолжать ремонт. Вот наша стоянка около домов. Вот наша техника. Прибыла. Ой, не вижу. Короче, наша техника прибыл. Прибыла наша техника. Вот такая она. Стоит наша техника. С таким вот клиренсом. О. Вот с таким вот клиренсом. Полностью загруженная всяким барахлянным барахлом. Тут Ивана Акрилова. Кубленная пасуха. И что там у нас еще есть? Да что у нас там есть? Включая запасные запаски. Гарнитур. Гарнитур. Гамшевский гарнитур. Для гостиной. И кухню мы купили. Воспользовавшись... Гнусно воспользовавшись тем, что доллар у нас резко вырос. Короче, нагло воспользовались империалистической валютой в своих корыстных целях. Вот такая-такая-такая-такие вот мы люди. Мы, к сожалению, жизнь приучила искать выходы из трудных положений. Ну и вот такие у нас перчики. Пока мы виски есть. Так красиво. Перчики. Вот и перчики. Вот так вот тут у нас машина заварена. Надо найти тут то, что нам надо. То есть какую-то волшебную сумку, которая, естественно, где-то будет в самом-самом низу. Кстати, вот тут вот думаю, а чью-то появилась такая мебель, неплохая и недорогая. Вот, ребята, что? Экспорт. Экспорт-то видно, запретили. Я так понимаю. Вот она и появилась в торговой сети. За более-менее нормальные деньги. Как ни странно. Машина сидит почти на карачках. Но ничего, до телепальца. До места. Ну, вот так вот примерно мы и ехали, блин, головой бьюсь. Низкая машина сидит. Вот тут шкафы не сложенные. Кухня не разобрана. Доски разнообразные. Брусочки разнокалиберные. Ну, и баночки. Всякие баночки для цепричек. Вот. Ну, и, естественно, все, что надо. Все, что надо для обычной деревенской жизни. В деревне. Вот так вот это все выглядит. Кстати, сумочку вот нашел я. Вот она сумочка. Маленькая это наша. Сумочка. Вообще, жизнь постоянно происходит в последнее время на колесах. Вон. Практически сидит. Вот так вот. Вот так вот и живем. Весок. Смотри, такой интересный диссонанс. Чик. Открываем. Ти-ти-ти-ти-ти. Разруха. Разруха ты. Разруха. Вот это все надо будет восстановить. Так, самайте, что же ты будешь там герлей заниматься? О, ну и тут у нас багажнички тоже богато. Ничего он купил. корм какой-то с ее фотографией, кстати. Вот единственный корм, который она ест. Как оказалось. Деньше. Деньше. Корм quier. Кормил. Кормил. Кормила.